Будьте терпения! Который впервые на взрослом соревновании, он впервые оказался на подобном представителе митинге здесь, в Париже. Ну и соперники у него тоже очень-очень непростые. Они, может быть, не такие грозные, как китайцы, не как Майя Манеза для Светланы Царукаевой, но тоже уже много видавшие виды. И, соответственно, сегодня нас ждет в этой весовой категории достаточно плотная борьба, такая же, как была и в женской весовой категории. Но если для женщин это сюрприз, для мужчин это нормальная ситуация. Вместе со мной я приветствую Андреевич Мерхин, олимпийский чемпион 1996 года. Он будет наблюдать за вот этим событием. Он тоже здесь, в Париже. Андрей, приветствую. Добрый вечер. И давайте посмотрим, кто здесь есть. Прежде всего, это два китайца. Вот и до них мы дошли, которые будут соперничать с Олегом Ченом. Это Ву Чао и Дан Ге Шанг. Их появление здесь, на этом чемпионате мира, во многом связано с тем, что они первый раз вообще покинули пределы Китая. Ну и сегодня подобные сюрпризы, это всегда неожиданно. Видите, когда-то он был вторым на юниорском чемпионате, но этот взрослый чемпионат для него тоже первый. Так вот, Ву и Танг, два китайца, главные соперники Олега Чена. Мы во Франции. И француз Венселас Дабая, конечно же, последние годы до подобных высот не поднимался, но некогда он был чемпионом мира. А вот два турка, Метта Бинай и Экрем Селиу, тоже опасны. Особенно Метта Бинай. Метта Бинай стал чемпионом мира в прошлом году после того, как он занял третье место непосредственно на помосте, но двух представителей разных стран выше его дисквалифицировали, и китайцы в том числе. Ну и, соответственно, Метта Бинай стал первым. Так что два чемпиона мира, Дабай и Метта Бинай, два китайца Ву-Танг против Олега Чена. Не забываем про иранца Саяда Бехрузи. Иранцы особенно опасны. И здесь Андреич Меркин, уверен, расскажет впоследствии, насколько они опасны. Ну и он на собственном, на собственной шкуре, наверное, можно так сказать, неожиданность иранского появления знает и может оценить. Ну и два армянских штангиста. Ваня Каметисиан и Самвел Григорян. И те, и другие пока еще на европейском уровне даже до медали не добирались. Но сегодня, посмотрим, армянские штангисты впервые появляются сейчас здесь на чемпионате мира. В основном их силы совершены на более тяжелых весовых категориях. Заодно и оценим их готовность. Нам же показывают лидеры в группе Б. Вот это лучший подход корейца Вона, который зафиксировал 144 килограмма в рывке и затем затолкал 182 и имеет сумму 326. Кстати, не такой уж и плохой результат. Хотя, я думаю, что общая сумма для победы должна быть на 10-15 килограммов больше в этой весовой категории. Ну и, конечно же, Венцелас Добая. Мы во Франции, и здесь сегодня за Венцеласом Добая, я думаю, что будут следить особенно. Здесь должны болеть за своих как-то так иначе. Посмотрим. Таков расклад. Хотя Венцелас Добая когда-то переехал из Камерона во Францию. Но тогда прямо весь очень успешный камерунский клуб перебрался во Францию. Но Венцелас Добая был номером один из них. Хотя и последние годы для Венцеласа Добая не самые успешные. Но всегда можно вспомнить. Вот сейчас, например, если Андреевич Меркину попросить снова вернуться на помост, сколько он будет подниматься? Да, вообще-то личность такая. Уже как бы и по фамилии, и примелькавшийся в тяжелой атлетике. Поэтому от чемпионата чемпионата все равно результаты разнятся всегда. Но у Шу Венцеласа Добая очень сильно они разнятся. И то он занимает шестое место на чемпионате Европы, то становится чемпионом мира. Это, как вы понимаете, разница результатов. Килограммов 30 в сумме практически. Ну не 30, но 20 точно есть. Ну вообще-то дома стены помогают. Тем более мы находимся в таком прекрасном шапито. Давно чемпионаты мира не проводились. Наверное, я думаю, что вообще не проводились. Ну да, это нас возвращает к эре Ивана Поддубного, где в цирке проводилось поднятие тяжестей. Да, но здесь, конечно же, все организовано по мировому уровню. Хотя и вот сам вот этот дворец, где проходит этот чемпионат, я уже говорил, это огромная палатка, которая находится в самом центре Диснейленда. Но Диснейленд вообще такая картонная история, выставочная. Так что и здесь должно быть так же, наверное. Диснейленд сейчас крутится практически вокруг этой палатки. Ну что ж, турок Экрем Селил. Первый подход 138 килограммов. После того, как Ваник Аветисян из Армении с этим весом не справился. Что касается результатов Олега Чена, то на последнем чемпионате России, который был в Пензе в марте месяце, он выиграл, считай, 155 в рывке и 180 затолкал. Сегодня Олег Чен собирается начинать 150. Так что вполне, вполне, вполне. Вот вам подтверждение моих слов. Это Венцева с добавляем готовится выйти на помост. Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали! Мне кажется, начинать в рыве в 138 килограммов для Венселса Добая и вот так вот мазать первую попытку, это не мазать, это просто он не готов, мне кажется. Поэтому это в его стиле загнул, закинуть. Да, но, конечно же, для Венселса Добая в основном надо толкать. Он чувствует себя увереннее во втором движении, потому что так раньше исторически было. И мне кажется, сегодня просто он не очень готов к этому соревнованию. Но, может быть, я ошибаюсь. Посмотрим. Через несколько минут все будет ясно. Тем временем Ваня Каветисиан, вторая попытка, 138. Я помню Венселса Добая, который стал чемпионом Европы еще в Страсбурге. Вот там французы, тоже французская территория, они никак не реагировали на чемпионат Европы, который проходит здесь же. Но собрались в достаточно небольшом зале, забив его до отказа для Венселса Добая. И он на публику, на радость взял и выиграл. Закуражился. Да, я думаю, что сегодня вот закуражиться ему, может быть, удастся. Но вот выиграть я очень сомневаюсь. Экрем Селил. 138, тот же самый вес. Опять же, его историческая любовь к тяжелой атлетике, это второе движение. Но если он остановится на весе 138 килограммов в рывке, то ничего ему в сумме не светит, как говорится. Тяжеловато, но вырвнул, удержал. Непопытно, на боках три спортсмена по очереди выходили на помост, и все трое смазали первые подходы. Тяжеловато, на боках три спортсмена по очереди выходили на помост, и все трое смазали первые подходы. Все трое смазали первые подходы, и все трое смазали первые подходы. И насколько бы ты оценил Венсела Садабая в рывке сейчас? Понятно, что нас интересует, сможет ли он после этого подхода на 138, там, не знаю, ходить на 150, например, или нет? Я думаю, что нет. Плюс 12, ему не прибавить в этом подходе. Ну да, ну... Ну что-то 12, ты уж совсем это самое... Да, но я смотрел, сколько начинает Олег Чен, 150, и, в принципе, я всех меряю по результату Олега Чена. Я понимаю, что... Опа! Вот и нулевая оценка. Нулевую оценку получает Ваня Кавитисян. Слушайте, для него это первая нулевая оценка. Он выступал на чемпионатах Европы, на юниорских чемпионатах. Это первый раз. Вот Чен будет начинать 150 и 175 толкать. Добавя, 175 будет толкать и будет уже прибавлять в толчке, что называется, по необходимости. Но если он сейчас остановится на 138 в рывке, то какая, может быть, эта необходимость? Еще один армянский штангист. На помосте Самвел Григорян. Однажды он был на чемпионате Европы, приезжал к нам в Казань полгода тому назад. И там стал пятым. Что касается мировых рекордов в этой весовой категории до 69, то здесь в рывке рекорд стоит Георгия Макова, болгарина, в конечном итоге, дисквалифицированного. Кстати, здесь два болгарина дисквалифицированного. И второй в сумме принадлежит Голобину Баевскому, олимпийскому чемпиону, которого дисквалифицировали еще под Олимпиаду в Афинах. Он в Сидне еще выступал, а вот в Афинах уже нет. Ну а в толчке рекордный результат 197 килограммов, принадлежащий китайцу Геоджэнгу Джангу. Вот и первый подход иранца. Саид Бехрузи 140 килограммов. Саид Бехрузи, не новичок на международных чемпионатах, на мировых чемпионатах. Он выступает уже дважды. Выступал первый раз в 2005 году, сейчас в 2009, потом в 2009. И там, и там становился восьмым, но выступал еще и на мировых чемпионатах среди юниоров. В 2009 году там был третьим. Его выводит главный тренер иранской сборной, Хосе Резаде, которого я видел в разминочном зале буквально 10 минут тому назад. Андрей, можешь мне не показывать пальцем, я его сам видел. Он не главный тренер. Он не главный тренер? Он мистер президент. А, извините. Ну, мистер президент, но... Я ему тоже так сказал. Я так понял, что он является и тренером, и президентом в одном лице. Ну да, в принципе, он еще недавно мог бы еще и выступать в одном лице. И тогда иранская тяжелая атлетика гремела бы не хуже, чем раньше. Сам Вэл Григориан со второй попытки 140 килограммов фиксирует. Иранская тяжелая атлетика переместилась из Болгарии в Иран. Ну, нельзя назвать, что это мегка тяжелой атлетики. Но сейчас, как я понимаю, судя по стартовому листу вот этого чемпионата, в самой тяжелой весовой категории, плюс 105, там два иранца с один суммой 450, второй 431. Вот вам и тяжелая атлетика. Конечно же, все пытаются идти по стопам Хосейна Рязазаде, но пока получилось только у одного Хосейна Рязазаде, больше ни у кого. И Крым Селил завершил свой рывок с 138 килограммов. Ходил на 141 неудачно, тяжело ему будет толкать, но толкает он на мировом уровне. Ожеление в зале, встречающий весовался добавил. Венцелас Дабае стал чемпионом мира. На турнире, который проходил в Доминиканской республике. И тогда я помню, что французы нашли где-то статистику, что чемпионов мира до Венцеласа Дабае не было 48 лет. С этого подхода вряд ли Венцеласа Дабае удастся стать победителем сегодня. Очень вряд ли. Что бы он ни затолкал бы. Его результат такой же, как у Крым Селила, 138 килограммов. Сейчас это 13-й и 15-й результат, хотя еще 6 участников группы сильнейших, раз, два, три, пять участников группы сильнейших, не выходили на помост. То есть Венцелас Дабае уедет на 20-ю строчку. Рывок по-прежнему далеко не самое любимое упражнение Венцеласа Дабае. Даже здесь, в Париже. Тем более он самый, как бы он по возрасту здесь самый старший из них. То есть ты хочешь сказать, что больше уже и не будет. То есть если сегодня не чемпион мира, то завтра уже и не будет. Ну, как бы, время не остановить. Сардар Гасанов. Из Азербайджана. Вы знаете, что в Азербайджанской федерации тяжелой атлетики изменился тренд. И теперь туда пришли болгарские тренеры. Они там заправляют всем и вся. Сразу много молодых болгарских штангистов перебрались в Азербайджан. Ну, Сардар Гасанов выступал давно. Еще и в предыдущем режиме. И, конечно же, он не из Болгарии. Он выступал на Олимпиаде. Получил нулевую оценку. Он на последних трех чемпионатах мира был пятым и шестым. Сегодня Сардар Гасанов, видите, фиксирует 145 килограммов. Кстати, достаточно уверенно. Мы опять считаем все от Олега Чена, который на 150 вывел первой попыткой. Конечно же, у него главные соперники. Это китайцы Ву и Танг. Ну и Метты Бинай из Турции. Самое главное, как поведет себя Олег Чен, впервые оказавшись на чемпионате мира, впервые оказавшись в группе сильнейших. Вот, Адрю, для тебя какой был самый первый чемпионат мира взрослый? Сразу после Нью-Йорова. Да, но это 95-й год, по-моему, да? То есть за год до Олимпиады 96-го года. Нет, это 93-й год был. 93-й, да? Да. Тогда ты как-то оценивал мировой чемпионат, так как это такое место совершенно другое, что впервые появляется в твоей жизни. Ну, сейчас как бы это с ребятам нашим сделали, что можно после Нью-Йорова еще и продолжать выступать... И там, и там. Нет, по молодежи, до 23 лет на Европу ездить. И это очень такое хорошее подспорье тому, чтобы ребята выступали и нарабатывали опыт. Нет, а вот вообще, есть шок некий появление на чемпионате мира? Все-таки это другое по вниманию, по публике, по всему турнир, нежели, там, не знаю, юниорский чемпионат мира. Вот это ты сам оценивал или тебе было почти все равно? Нет, ну соперники-то поменялись. Ну соперники поменялись, но вообще вот это все, антураж тебя не волновал никогда, да? Нет, ну я там подробностей-то не сдавался. Приехали, поднимай. Приехали, да, приехал. Поднимай свое и все, там награду найдет тебя. Посмотрим, насколько Олегу Чен сегодня удастся быть в состоянии Андреевича Меркина. Приедем, поднимай свое и награда найдет тебя. Нет, почему? Ну, я понял. И вот 148 килограммов заявляет китаец Ву. Я уже говорил вам о том, что эти два китайца здесь впервые на взрослом чемпионате мира. Но имеют все в рывке на национальных первенствах Китая также результаты под 155. Что имеет и Олег Чен. Но посмотрим, насколько здесь сегодня... Кто из них лучше справится с волнением? Ву Танк или Олег Чен? Мы уже видели на этом чемпионате, что китайцы приезжают не только для того, чтобы выигрывать, но и иногда и проигрывать. Мы видели это даже на примере женской весовой категории 63, где выиграл Светлана Царукаева, но где китаянка стала только третьей. Для представителей китайской школы тяжелой атлетики бронзовой награды это только третья. Да, но этот чемпионат, конечно, очень важный сейчас, можно сказать, для всех команд, особенно и для нашей тоже, все-таки идет зарабатывание, можно сказать, путевок в Олимпийские игры в Лондон. Ну вот, мне кажется, что китайская сборная, она считает, что она и так свое соберет, потому как сейчас они позволили себе находиться не в самой лучшей своей форме. Вот уже это можно сказать сейчас, когда полчемпионата прошло. Я ни в коем случае не умоляю сегодняшнюю феноменальную борьбу Светлана Царукаева с Майей Манеза, но китаянка в ней была статистом. Мы к этому ой как не привыкли, если она есть в составе финальной группы Чемпионата мира. Вторая попытка для Ву Чао, 148 килограммов. Этот предолимпийский отбор, он же изменен немножко по сравнению с предыдущими годами, потому что в зачет идут результаты по предыдущему чемпионату и по этому, только с разными коэффициентами. И поэтому, мне кажется, что вот страны, которые уже хорошо квалифицировались, а вот в мужской квалификации команда Китая занимает второе место, кстати, по итогам предыдущего чемпионата. Российская команда третья, польский номер один. Первые, вторые, третьи команды, они могут себя чувствовать уже гораздо увереннее, чем все остальные. Вторым подходом Ву Чао фиксирует 148 килограммов. Ну что ж, и 150 просит установить ассистентов, и мы ждем появления Олега Чен. Итак, Олег Чен впервые на взрослом чемпионате мира. Его послужной список. Чемпион мира среди юниоров 2008 года. Затем две победы в прошлом году и в этом году на чемпионате Европы до 23 лет. В этом году он выиграл и чемпионат России с результатом 155-180. И фиксирует 150 на первом своем чемпионате. Ну что ж, Олега Чена мы видели. Я думаю, что он нас и многих воодушевил. Посмотрим, что скажут его соперники. Китаец Дэшанг Танг. Точнее, правильнее называть его Тань Дэшань. Он как раз на юниорском чемпионате мира был вторым. И во всяком случае у нас есть хоть какие-то результаты, какое-то знание про Дэшань Тань. Было это правда в прошлом году. Ну и все. Так, с паузы, с расстановкой. Но 150 килограммов Дэшань Тань фиксирует точно так же, как и Олег Чен. Кстати, Олег Чен чуть тяжелее Дэшань Танг. Но это позволяет ему сейчас, после того, как он показал такую же льта, что и китаец, оказаться на второй строчке. Вторым подходом Олег Чен заявляет 156. Поскольку на 156 собирается выходить и Метта Бинаи из Турции. Но что-то уж мы совсем сбросили всех остальных и забыли о остальных конкурентах Олега Чена. Сардар Гасанов идет на 150. Получите, был четкий очень подход на 145 килограммов солдата Гасанова. Да, очень. Из-за и бываемый про иранца, он тяжелее, правда, чем Олег Чен, но идет тоже на 150. Иранцы, ребята, загадочные и могут преподносить всегда сюрпризы. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И вот теперь их осталось только двое Олег Чен и Метабинай По два подхода Имеет российский штангист И турецкий По собственному весу Олег Чен легче Метабинай И вот Олег уже на помосте Он родился в Казахстане, переехал в Новосибирск и живет в Новосибирске. Там и тренируется, но в последнее время... У него появилось еще и московское участие, московские зачеты, как это принято вести в тяжелой атлетике. Блестящий подход на 156 килограммов. Просто блестящий. Это не только в тяжелой атлетике. Да, но в тяжелой атлетике всегда традиция со всеми зачетами. Поэтому невозможно определить, где это по зачету, а где на самом деле люди живут. Потому что в зависимости от того... Андрей Чемеркин, Солнечный, Адольский, Ставропольского края, я знаю, что ты там жил, существовал, есть и существует. Поэтому есть представление об Андрееве Меркине. А когда двойной зачет здесь за Новую Рингу, здесь за Москву, здесь еще за что-то, то это означает, что, по всей видимости, молодой человек мыкается между общежитиями неизвестно где. Ну, жизнь заставляет. И по сборам, знаешь, переезжает туда-сюда. Поэтому что Олег Чен еще молод, 22 года. Ну, сейчас все-таки его основное место это Новосибирск. Мета Бинаи, его главный соперник, 157 килограммов, заявляет для второй попытки. Интересно, видел Мета Бинаи второй подход Олега Чен или нет? Мне кажется, он даже увереннее, чем в первой попытке, а? Товольно-таки, да. Олег очень узко в рывке берется. Это для тебя? Средним хватом она. Это по твоим меркам средний берется, да? Нет, ну, вообще-то так вот, даже по меркам, вот, сейчас Мета Бинаи, вот, он пошире берется. Ну, наверное, и рост там повыше. Ну, что ж, Олег Чен идет на 159. Не поднимает Олег Чен. 159 килограммов. Есть сокровенные знания китайцев на чемпионате Китая. 188 и Ву, и Танк толкали там. При том, что сегодня Танк дошел до того же самого показателя 155 и 188. И 188 пока нет, но 155 он уже зафиксировал. То есть можно предполагать, что он 188 ему по плечу. У Олега 156. Его результат на чемпионате России 180 пока максимальный. Так что вся борьба между Олегом Чен и китайцем Танк Дэшанг будет во втором движении. Сейчас посмотрим, насколько удастся еще и Мэтта Бинай что-то сделать. 163 он заявляет для третьей попытки. Переносит турок. 166 он заявляет для третьей попытки. Это новый мировой рекорд. Рекорд Георгия Маркова 165 килограммов. Ну и что, сборная Турция Начинает выходить из подполья. Итак, Мэтта Бинай в попытке установить новый мировой рекорд. Сейчас он носит грозный титул чемпиона мира. Стоял рекорд Георгия Маркова. Ему установлены на Олимпийских играх в Сиднее. То есть прошло 11 лет. Вот Мэтта Бинай впервые приблизился к тем болгарским феноменальным рекордам. Сейчас он хотя бы пробовал 166. Иначе, видимо, назвать нельзя. А вот два рекорда... Близок, близок. Да, но Георгия Маркова рекорд Сиднейской Олимпиады. А Галабина Боевского 35,7 в сумме. Это рекорд чемпионата мира, который был за год в Афинах, за год до Олимпиады 2000 года. То есть 99-й год. То есть тоже 11 лет держится. И пока к нему никто близко не приближался. А вот к рекорду Георгия Маркова уже первый шаг Мэтта Бинай сделал. Ну что ж, у нас 9 минут перерыв. Мэтта Бинай выигрывает рывок 157 килограммов. Олег Чен на второй позиции 156. И китаец Танк 155. Минус 1 килограмм. И преимущество по собственному весу от Олега Чен. Это опасно. Не забываем и про другого китайца Чао Ву. Но он 6 килограммов проигрывает Олегу Чен. С таким раскладом уходим на первый рыв, чтобы вернуться через 10 минут. Самое интересное впереди. Сам Вел Григорян сделал уже первый подход к штанге весом в 171 килограмм. И тем самым открыл соревнование в весовой категории до 69 на чемпионате мира. Буквально 10 минут тому назад мы покинули участников этого турнира. После того, как Олег Чен зафиксировал вес штанги 156 в рывке. Ну а затем турок Мэтта Бинай его обошел на 1 килограмм. То есть зафиксировал 157. Здесь же рядом находится китаец Танк Дэшанг 155. Ну и все оставшиеся. Вот для Олега Чен, российского танкиста, в турнире обещает быть сложным. Толкать, толкать и еще раз толкать. И кто лучше будет выполнять это упражнение, тот и выиграет. Наверное, как-то так. Задаю вопрос Андрею Чмиркину, олимпийскому чемпиону, большому любителю толкать. Спасибо. Рывок это же не самое сильное в твоем упражнении, я бы так сказал. Конечно, поиздевайся. Задача непростая. Вот если китайцы толкали под 188, так я понимаю, Олег Чен имеет лучший лет от 180. Конечно, сегодня в борьбе может быть все что угодно, но не плюс 8 килограмм. Вот так вот, по смыслу. Конечно, посмотрим, насколько китайцы смогут толкать подобные веса. Это вопрос. Посмотрим, потому что, видишь, в рывке боролись с турком, а в толчке, получается, будем бороться, и я надеюсь на это, с китайцами. Неудавшийся первый подход Самвела Григоряна на 171, но, видите, в второй попытке он этот вес зафиксировал. С по 183 будет начинать один и другой китайцы. Ву и Танг. Во всяком случае, так предполагалось заранее. 175 килограммов. Ву первым подходом Олег Чен. Я не думаю, что перенесут. Турок и Крен Селил. Турок и Крен Селил, кстати, тоже любят второе движение, не любят рыбок. Да, любят толкать, да. Да, но все-таки он все это любит совсем на другом уровне результатов, что не позволяет ему никогда бороться не за тройку, не то что там на чемпионатах Европы, но уж подавно на чемпионатах мира. Кстати, лучшее его достижение у Крен Селила, это четвертое место чемпионата мира как раз 2002 года, а на чемпионатах Европы он был только шестым, восьмым, девятым и так далее. Ну и удивительно, как засчитали, да? С такими локтями. Ну, у него, по всей видимости, природное, совсем другое включение. У нас все, кроме Селила, все это уже знают, он его всегда предупреждает. Короче, надо всем выходить и предупреждать, что нет. У меня вот кривые ручки. Немножко включения нет. Чемпион Ровка начинает первым практически. Ну, еще один из первых. Надо посмотреть, как он это будет делать. Напомню, что очень любит после победы в рывке успокаиваться и вообще ничего не толкать. Ну, с другой стороны, 173 он начинает. Вот так наверняка. Здесь отборочный чемпионат. Здесь нулевые оценки получать нельзя. Просто зачетик сделал и пошел дальше. Да, ну, видите, что нулевой оценки у него уже нет. Как была она о чемпионате Европы в Казани, как была она о двух чемпионатах мира в шестом и в седьмых годах, соответственно. И, кстати, Олег Чен, ну да, но он начинает с 175, так что вот и он как раз его показывает уже на экранах в разминке. Кстати, Метабинаи, 173 килограмма, он может и больше толкать. Как ты думаешь? Вот Турак, первый подход у него был 173, который сделал очень легко. Это действительно, видимо, так подстраховались, ребята, чтобы ни в коем случае у Метабинаи не было нулевой оценки. Но, с другой стороны, это правильно. Да, правильно, но это очень опасно с точки зрения Олега Чен. Вот еще и Венсула Сдабая, конечно же, имеет в рывке 138, поэтому... В принципе, на это там внутри подхода, поэтому нужно рассчитывать так, чтобы... И вот Олег Чен, 175 килограммов. Ну, уверенный и этот подход, кстати, Олега Чена. Он не может прибавить. Точно может прибавить. Можно сказать, через полуподсед. Ты понимаешь, в борьбе за золото ему нужно, извините меня, 10 прибавить. Минимум. Правильно, вот зачет сделали для команды. Теперь можно уже зачет... Делать для результата, а потом уже и для себя подходик. Любопытный клад сверху, просто такой идеальный, для кинограмма. Венсула Сдабая готовится выйти. Да, надо сказать, что техника шагнила далеко вперед, конечно, и камеры, и все. Я, например, больше люблю смотреть все-таки чемпионаты по телевизору. Ну, ты и здесь его по телевизору смотришь. Вот тебя видишь, один, второй, третий. Вот здесь. Со всех сторон снимают, со всех сторон показывают. Раньше с одной стороны снимали, все это потом по втору смотреть. Ну, как я понимаю, для тренировочного процесса снимать все подходы, это уже старая практика. Вы же тоже снимали, все на камеру, потом смотрели после каждого подхода. Это вообще стандартная вещь. Таким, здесь очень многое зависит от техники, поэтому... Ну, сейчас и полный зал. Сейчас, как я понимаю, все перешли уже на компьютеры, уже камеры даже никто не ставит просто. Сейчас такая тенденция идет, что на всех базах хотят, на российских, чтобы ставить такие вообще камеры, чтобы снимали со всех ракурсов, и потом, конечно, просматривать и технику, и думаю, что это... Непримерно, думаю, поможет результате. 176 заказал азербайджанец Сардар Гасанов, который проигрывает в рывке 6 килограммов Олегу Чен. Помнишь рывок Сардара Гасанова, да? 150 килограммов? 145 очень легко, 150 кажется, что никогда, и потом третьим подходом 150 он зафиксировал. Вот сейчас на грудь, конечно, взял 176 килограммов, очень легко, и так же легко с груди не толкнул. Посмотрим, как толкает иранец Саяд Бехрузи. Вот президент федерации Хосеин Риазаде. Хосеин Риазаде. Я не понимаю, почему он не толкнул. В Пекин. Он так и ушел, не проиграл. Да. Понятно, что там были свои страсти с иранской тяжелой атлетикой, там всех поймали на допинге кроме него, там выгнали всех там и так далее, и так далее, и так далее. Почему он и стал единственным, по-моему, и президентом, и старшим тренером, и главным, и младшим, и каким угодно после этого. Нет, я ничего не хочу сказать, я знаю мнение Андреевича Меркина после Олимпиады сразу 2000 года, когда ты кричал, что это невозможно прибавить 45 килограмм за полгода. Просто так. Но, с другой стороны, вот этот долгий период, восьмилетний период Хосеин Риазаде показал, что он на таком уровне держать форму, мне кажется, феноминально совершенно. Готов смириться или нет? Ну, я как бы с этим давно смирился. Не только я. Да. Ну, вот на нем закончилась эра вот таких супертяжей, которые заходят в зал, и все замирают, понимая, что здесь все понятно. Уже можно не выступать. Это... До этого с таким был Андреевич Меркин. Потом было тяжело ему с Хосеином Риазаде, но... Он дошел до такого харизматичного тяжа, который, знаешь, убивает всем взглядом еще до соревнований. Ну, конечно, когда перед соревнованиями у тебя на глазах рвут то, что не вырвешь на соревнованиях, на разминке, или толкают столько... Конечно, что убивает. Ну, мы отвлеклись. Ну, мы отвлеклись. 177 килограммов. И вот поймут, что он шеет на глазах. Всегда так делает, я не знаю. Да, он на горло берет ее, что ли. А, ну да, у него прямо там кадык. Да, да. Прямо на горло. Разобрался кадык. Все, толкнул. Ну что, его посчитают или нет такой подход? Нет, не считают. Не считают. Ну, нет, конечно. Ну, уже там, ну что. С другой стороны, нет включения локтей, так что вот, ну что делать-то? Даже не поймешь уже в этой ситуации? Ну, это мы уже с тобой сотни раз, наверное, обсуждали. Я думаю, что... Мое личное мнение такое, что если человек поднял вверх снаряд, значит, ну, надо считать обязательно, какие у него там руки не были или что. Главное, что она выше головы поднята, это уже достаточно, я думаю. А там уже эти тонкости... Ты знаешь, сегодня, после истории Майя Манеза и Светлана Царукаева, я думаю, что твои мысли нужно приберечь для следующего репортажа. Потому что сегодня, ну, на самом деле, по правилам действительно нельзя так делать. И вот Майя и Манеза не засчитали этот феноменальный подход на 147. Сегодня Светлана Царукаева победительница. Да, мы понимаем прекрасно, что никакого дополнительного преимущества вот этот дожим не дает, как говорится. Ну, конечно. Ну, а там еще диски надели. То есть это как... Нет, ну, это диск, это просто сбили подход. Можно там... Я, честно говоря, первый раз видел, чтобы давали четвертый подход. Потому что обычно все говорят, что бы ни было, все, идите отсюда. Вот, ну, все закончат, подавайте протест, пишите бумажки и так далее. Вот, ну, а чтобы тут сразу сходу дали бы четвертый подход, непонятно. Смотрите, Метабинай. Метабинай. 177 килограммов уже не толкнул. Есть у него третий подход в запасе, как никакой-то главный соперник, коллега Чен. Так вот, возвращаясь к ситуации с Ланой Царукаевой. Я очень рад, что она действительно, установив мировой рекорд в рывке, ну, сделала максимум того, что она сегодня могла. У нас сегодня была в ударе. У нас сегодня и была в ударе, и молодец, очень хорошо готова. И то, что Майя Манезе, ну, практически зафиксировала 147. Правильно? 147, да? Мировой рекорд. Практически зафиксировала. Это ни в кое случае не умаляет Майю Манезе. Просто нам все вместе будет миллион раз интереснее наблюдать, кто будет на Олимпиаде в Лондоне. Потому что вот здесь вот Майя Манезе после Царукаевой, вот кто кого, вот очень любопытное продолжение. Сегодня выиграла Царукаева. Таковы правила. И Сирене Уильямс считают за шаг на матчболах в полуфинале Юйс Оппена. Из другой истории, но очень похоже. Помнишь же, это два года назад было? Экран Сэлил. Экран Сэлил. Статья 177 килограммов. Третьей попыткой также не зафиксировал. Кровь разодрана шею. Экран Сэлил. Сегодня у него только 16-й результат. Еще 3 ответа не выходили. Мы так отвлеклись от соревнований. И сейчас Мета Бинай. 177, третья попытка. Это спор с Олегом Чен. Пока Олег Чен первый, Мета Бинай второй. 10 кг. Мета Бинай за всю свою жизнь толкал Мета Бинай. Сегодня он толкал 177 и сейчас обошел Олега Чен. Причем такой техникой интересной. С перехватом. Когда встает и перехватывается еще шире. Потому что я удивляюсь. Как так можно перехватиться? В твоем варианте просто было невозможно. Потому что ты держал штангу на руках. На уровне глаз. На уровне глаз, да. Сам был Григорян. 178 кг. Даже этот подход никак не угрожает Олегу Чен. Даже если он был бы удачным. Ну что ж, время отвечать Олегу Чен. Штанга становится тяжелее. 180 кг. К этому весу сначала пригласят китайца. Затем Венселас Добая выйдет к... Затем уже Олегу Чену, а потом уже Венселас Добая. Ну что, один скинул, но друг у другого... 183, по-моему, да? Да, 183 у второго. Ну, по всей видимости, Ву 150 имеет в рывке. То есть минус 6 от Олега Чен. Видимо, тоже первый подход за командой, а потом посмотрим. Мы их так, наверное, и будем называть Китаец-1 и Китаец-2, да? Я не согласен. Потому что это несколько лет тому назад они были действительно Китаец-1 и Китаец-2. А сейчас мы уже, извините, в другой тяжелой атлетике живем. Мы уже обязаны их различать. Китаец-1 и Китаец-2. 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 Ну, тебя что сделал? Он ноги согнул. Нет, он ноги согнул. Он коллеги согнул. Ноги согнул, да. Ноги согнул. Не фиксация. Нет, ну не фиксация. Потом он выгнул ноги. Никто не запрещает ноги сгибать. Руки нельзя сгибать. Вот смотри, еще раз посмотрим. Он сгибает, снова поднимает, упрямляет. Ну, все, да, все, да. То есть руки он не сгибал. Поминально его лишь. Какой-то, знаешь, двойной какой-то вариант. Полушвунг. Полушвунг, еще что-то вот, да? Ну, потому что она его в это самое давить начала. И он поэтому согнул чуть-чуть. Ну, может быть. Ву зафиксировал 180. Олег Чен. И Олег толкает 180 килограммов. Помните последний чемпионат России в Пензе, который выиграл Олег Чен? 155-180. Сегодня у него в Руссии 156. Подъем на 159. 180 килограммов он затолкал его сейчас. Вторым подходом. Он снова первый. Зазвучала музыка. Я думаю, быков на арену не выпустят. Вторая попытка для Венцела с Дабая. 180. Мощная поддержка. Местного населения. Вот так можно с перехватом, видишь? Что-то, да? Вот так можно. Ты просто нет слов, да? То есть, ты до этого говорил о том, что мне это минать с перехватом. А вот так вот. Да. Все-таки я не очень понимаю, что происходило с чемпионом мира. Да, вот так был период, когда у него результаты были на голову сильнее, чем результаты до и после. Не только на чемпионатах мира, не на одном соревновании, а вот был период полтора года. Кто здесь переносит? Спасибо. Спасибо. Армянская сборная. 183. Собирается начинать в бане Камикисян. Кстати. Он вне зачета, у него нулевая оценка в рывке. Да. А что такое? Ну что ж, вернемся к соревнованиям. Перенес китаец танк. Будет начинать 181 килограмм. Они 183. Помните, танк проигрывает Олегу Чен 1 килограмм. Но есть преимущество по собственному весу. Вот и танк на помосте. Это первый чемпионат мира. Взрослый для него на юниорском чемпионате мира в 2010 году. Он был вторым. Прямой! Уровод! Привстал. Мы видели двух китайцев. Иу и танк. Я не могу сказать, что они толкачи. как говорится. Абсолютно нет. А им извините меня. Сейчас надо за счет толчка выигрывать разницу в рывке. Я понимаю, что и один, и другой справился со стартовыми весами. Сейчас танк на первом месте. Он обошел Олега Чем. Армянские торгисты просто вычеркнули ваника Аветисяна от продолжения борьбы. Он получил нулевую оценку в рывке и уже не выйдет во втором движении. Сардар Гасанов из Азербайджана. Идет на 181. В рывке у него 150. Минус 6 от Олега Чем. Ну что ж, их осталось только четверо. Два китайца. По два подхода. Один подход у Олега Чен. И два подхода есть у иранца Бехрути Саяд. Который 11 килограммов проигрывает Олегу Чен. Пять килограммов Чао Ву из Китая. И 10 килограммов Данг Дэшанг. Олег Мокрад. Олег Мокрад. Пять килограммов Данг китай. Олег Мокрад. Мокрад. Олег Мокрад. Совет. Олег Мокрад. Олег Мокрад. Все-таки иранцы, мне кажется, авантюристы. Я хочу твоей поддержки. В отличие от президента иранской дежурции, конечно, вот как там, брох. Да, но все остальные иранцы, они то поднимают, то не поднимают, все время перезакладываются. Мне кажется, сейчас 182 – это нереальный вес для Совета Бехузи. Кстати, в маленьких категориях, почему-то не было никогда. Да, происходит там непонятное. Олег Чен, на помосте. 182 килограмма. В второй попытке у него ползла еще штампа. Это шокует. Ну что ж, в рывке свой издатель чемпионата России он улучшил, плюс килограмм. Сдалкал 180, как и на чемпионате России. По-моему, это плохо. Да. А дальше уже надо уповать на то, что сделают соперники. Сейчас Олег Чен второй. Его может передвинуть на третью строчку только второй китаец Ву. Китаец танк уже Олега обошел. Вот и двукратный олимпийский чемпион Хосейн Рязаде заставляет Саяда Бехузи поднимать штангу. Не пассивно. Не пассивно. Али! Зай! 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 Вот я не могу понять, зачем они его отправили на 182? Почему нельзя было отправить его на 180 хотя бы? Вот он сейчас девятый. 182, ну, он перемещался на шестую строчку. Ну, был бы не девятым, а седьмым. Но зато он собрал бы то, что он может. А я так понимаю, что 182, ну, никак он не может. Видно, свои задачи. Но какие? Вот ты можешь обгадать, какие задачи? Ну, может быть, улучшить свой собственный результат. Домашний какой. Ну, может быть. Итак, два китайца в нашей программе. В программе соревнований. По два подхода имеет Танг и Ву. И один и второй, повторюсь, впервые на международных чемпионатах мира. Но только Ву вообще впервые покинул пределы Китая. А вот Танг выступал до этого на юниорском чемпионате мира. Дальше. Даже если этот подход будет успешен, он в сумме станет только четвертым. А вот сейчас плохо было видно. Павел у него сыграл локоть такой. Такое ощущение, что он как резиновый поднимает. Да, вот так раз натянулся. Так как замедленная съемка. Смотри, он с этой стороны не будет видно. Не, не видно здесь. Да нет, нормально. Нормальный подход. 183 килограмма. 6 килограммов проигрывает Ву Олегу Чен. То есть ему нужно толкать 186. Третьей попыткой, чтобы перебраться на вторую строчку. Пока Ву четвертый. Что скажет Танг? Что скажет Танг? Волевой спортсмен такой. У них оба волевые. Я так понимаю, что у них сейчас борьба идет друг с другом. Для тех, как мы их называем. 184 килограмма. Для Танга Де Жага в третьей попытке. Я почти уверен, что этот номер будет менять. Танга, но 185 почему-то Ву заявил в третьей попытке, а не 186. По-моему, мировой рекорд там в Юниорске будет. Нет, мировой рекорд тоже далеко. 190. Может быть, он хочет третьим быть, а не вторым. Не знаю, может быть, Олегу Чен еще не угрожает. Третья сумма пока у Меты Бинай. И если 185 пойдет толкать Чао Ву, то это попытка стать третьим, а не вторым. Я очень сомневаюсь, что китайцы обсчитались. Ву Чао. 185 килограмм в третьей попытке. Это он, Ву Чао, в Китае. И его тиммейт, Нами Де Жан, готов. Ву Чао уйдет на 185. Это в надежде стать третьим. То есть мы сейчас, может быть, увидим. Может быть, это 185 уже такой предел для Ву Чао. Все эти разговоры о том, что 188 он толкал на чемпионате Китая. Это тоже, знаешь, слухи непроверенные. Иんと kim? Мет Brand %1. В Субтитры делал динамер Субтитры за наци. Путина. Как и в Bio thanen, угрожая до Take 1 кранг! Поступай. Этри, подписывайтесь на сполни. Заставьте наoss. Поступай. Вау! 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 Знаешь, мне кажется, что вот по тому, что происходило, вот он также и первым подходом 180 кг толкал. Вау не могло 186 пойти. Спасибо Ву! Спасибо Ву! Вау он Олега Чен оставил на втором месте. Он добыл себе медаль на пьедестале. Вообще эта весовая категория состоится китайская. Раньше это всегда было болгарское развлечение, да, 69? А сейчас Лиау выиграл Олимпийские игры. Сейчас здесь два китайца. За полгода до Олимпиады. На 186 кг идет танк третьей попыткой. Он первый, но хочет быть первым еще и в отдельном виде. Это борьба за золотую медаль в толчке. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тегучий спортсмелый такой. Тегучий спортсмелый такой. Тегучий спортсмелый такой. Ну, мне кажется, вот такой переход от юниорского чемпионата мира к взрослому. Состоялся для танк Дешан. Он выдержал борьбу. Он проиграл в рывке. Он понимал, что его нужно будет догонять. Он понимал, что здесь рядом еще его собрат, коллега по сборам. И он прекрасно знал, сколько он поднимает, как поднимает. Его силы он мог так оценивать. И не дрогнул. Не дрогнул и дошел до первых мест. Нам, конечно же, приятно поздравить Олега Чен. Который стал вторым впервые, также приехав на этот чемпионат. Мне кажется, что... Очень хорошее выступление. Знаешь, а в этой ситуации, если бы он добрал вот три килограмма в рывке... Обычно у нас вообще в этих категориях никого не возили. Никого нет, да. Никого не было на таком, на мировом уровне. Это же чемпионат мира, это же чемпионат Европы. Да, никого не возили. Обычно эта категория у нас оставалась безызвестной. Вот смотри, если бы он 159 в рывке зафиксировал, 182 затолкал бы Олег Чен. А он и то, и то, мы видели, был очень близок это сделать. То он собрал бы такую же сумму, как и Танг Дэшанг. Потому что Танг Дэшанг, вы видели, вот китаец, он на самом деле и там, и там на пределе. Он выжил из себя все. То есть у него практически не было предела. Так что второе место Олега Чен, это, ну, трудовое второе место, которое он заработал. Но при этом он вполне мог и поспорить с Тангом. Неплохое начало чемпионата мира для нашей команды. Поэтому поздравляю всех россиян. Мы же смотрим результаты во втором движении. Вот вам серебряный призер Олимпийских игр. У нас Добая, видите, через три года после Олимпиады. Он 14-й на своем домашнем чемпионате. Добая не добавил. Не добавил совсем ничего. Только лишь убавил сегодня. Вот такой получился, таким получился сегодняшний день. Я еще раз хочу поздравить Светлану Царукаеву в своей высовой категории. До 63 кг она стала чемпионкой мира. Повторюсь, что ей так много чемпионок мира в России. Можно по пальцам пересчитать вообще за всю историю женской тяжелой атлетики. Было это Попова, Хабирова, Слевенко. Да и все. Хомич, по-моему. Я не очень помню, выиграла ли она в 1999 году. Вот я могу ошибаться. Итак, итоговые результаты. Танг, Чен, Чао Ву. Вот первая тройка. Российский штангист Олег Чен получает серебряную медаль. Я хочу поблагодарить Адмиреич Меркина, который был вместе со мной сегодня во время репортажа этой весовой категории до 69 кг. Надеюсь, не последний раз во время этого турнира. Ну, а я, Дмитрий Чеховский, с вами прощаюсь. Всего доброго. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok